Украинские флаги в Нью-Йорке сегодня уже привычный для города атрибут, а желто-синюю цветовую гамму можно увидеть повсюду. Но еще несколько десятилетий назад единственным местом в центре Манхэттена, где можно было увидеть стяги этих цветов, был Украинский Институт Америки. Старинный особняк на 5-й авеню в Верхнем Исайде по соседству с Метрополитен-музеем. С середины 20-го века еще один символ украинской общины Нью-Йорка. Над этим зданием еще задолго до распада Советского Союза вывесили желто-синий украинский флаг. Украинский Институт Америки в 1948 году основал выходец из Галиции, изобретатель и предприниматель Уильям Джуз. Сперва он располагался на Лонг-Айленде, а с 1955 года получил новую прописку в одном из самых знаменитых и роскошных особняков Манхэттена. У нас, конечно, в честь основателя есть его портрет и бюст. Президент Института Кэти Наливайка рассказывает, что с началом войны в Украине институт, главной целью которого со дня создания была популяризация украинской культуры и традиции, для многих в Нью-Йорке стал еще и координационным центром для желающих помочь Украине. К нам всегда приходили посетители, но сейчас их поток резко увеличился. Люди приходят и спрашивают, что они могут сделать. У нас есть целый список с адресами и контактами, которые мы раздаем, чтобы люди могли пожертвовать деньги на гуманитарную помощь или на другие цели. Кто-то заинтересован в помощи беженцам, другие хотят помочь отправкой медикаментов. У нас есть список различных организаций, с которыми мы работали в прошлом, и мы знаем, что они хорошо делают свою работу. Люди иногда просто приходят, желая помочь. И число посетителей теперь больше раз в десять. Заходят все чаще сюда и те, кто хочет просто больше узнать об Украине. Выставки художников, лекции, концерты здесь теперь привлекают все больше аудиторию. Украина и все, что с ней связано, как никогда прежде, интересуют сейчас нью-йоркцев. Мы лицо украинского Нью-Йорка для очень многих. Лидия Зайнингер с гордостью рассказывает об основателе института и истории самого здания. Построенное в конце 19 века банкиром Исаком Флетчером, оно несколько раз меняло владельцев. Особняк также принадлежал миллионеру Генри Синклеру и потомкам первого губернатора Нового Амстердама Питера Стевисонта. Уильяма Джуса, приехавшего из Западной Украины в возрасте 18 лет и разбогатевшего, благодаря изобретению новых креплений для самолетов, называют украинским Генри Фордом. Институт был его мечтой. Он выкупил для него здание напротив музея Метрополитен с тем, чтобы привлечь к истории и культуре Украины как можно больше американцев. Когда люди видят украинский флаг и постеры снаружи, они просто заходят теперь сюда постоянно, когда мы открыты. Они хотят узнать об Украине. Говорят, мы раньше особо не знали о вашей стране, а теперь мы видим, какой вы замечательный народ. Конечно, люди видят в новостях, как доблестно и смело украинцы сражаются за свою родину и хотят знать больше и об украинском народе, и об истории Украины. Нам много звонят с начала войны 24 февраля. Люди предлагают свои дома, люди хотят усыновить сирот. Я даже начала составлять списки. Сейчас многое еще непонятно, и беженцы еще не пребывают в больших количествах, но мы пытаемся координировать свои действия с гуманитарными организациями, которые могут помочь. Перед Пасхой в институте открылась специальная экспозиция традиционных украинских писанок, которые в Нью-Йорк американцы присылали со всей страны. Есть много разных легенд о том, что писанка должна означать и роль, которую она должна выполнять. Они могут быть для того, чтобы отпугивать монстров, или чтобы небеса были благосклонны, или символизировать возрождение и приход весны. В этом контексте автор инсталляции, когда наступит время, хочет увезти скорлупу этих писанок, растолочь ее и рассеять в пострадавших городах Украины, когда закончится война и надо будет восстанавливать Украину, как символ возрождения. Институт вот уже два месяца выполняет роль культурного центра, музея, концертной площадки и информационного пункта для всех, кто желает поддержать украинцев и помочь их стране. Для нью-йоркцев особняк с желто-синим флагом на Пятой авеню. Это теперь настоящее окно в Украину в самом центре Манхэттена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok